внутреннего самодвижения не только нет не то что мы его туда толкаем каким-то способом или инструментом а куда движется материал сам внутреннего самодвижения содержание то есть содержание надо взять не как мертвое движение вы его развертываете да более абстрактных категорий все более конкретно разворачивать 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 и вы как бы в голове воспроизводите то движение которое есть в самом предмете а если вы мы не воспроизводим но это метод такой формальный всегда можно что-то сделать гвозди можно забивать бутылкой вот это тоже способ ну правда рисковая может бутылка разбиться может отскочить не туда попасть то есть метод осознания формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета то есть когда вы то есть вы содержание предмета воспроизводите с помощью головы понятия и вот вы написали свой скажем выпускную работу у вас есть начало как не развитый результат результат как что но как развернутое начало вот тогда у вас метод а если так что я сейчас об этом расскажу а теперь об этом расскажу а еще об этом часто расскажу а еще вот есть такое это что получается вот как это называется то у гегеля называется рядоположенность Рядом расположили В общем, правильные мысли Но они не связаны друг с другом Симон Степанович, я правильно понимаю, что все записывается уже? А мы думали, что мы просто шутим Оказывается, уже все идет в эфир Но, надеюсь, не транслируется еще на весь мир пока А это после того, как вы вывесите Понял Значит, мы с вами одержим такой идеей Рассмотреть требования работников А если требования работников развернуты в систему Не просто сделать, я требую повысить зарплату Я требую снизить рабочие деньги Я требую улучшения условий труда А если эти, скажем, я требую сроки определенные соблюдать и прочее Вот если эти требования развернуты в целую систему А не то, что, значит, знаете То требуем вот этого То вот это вот развернутое в систему требования работников И составляет собой коллективный договор Правильно? Но как проект Как проект Потом, значит, в ходе дискуссии Из переговоров И коллективного трудового спора Он претерпевает изменения В лучшую сторону или в худшую? Ну, по идее, должно быть в лучшую По идее, должно быть в худшую Вот если я придумал все так красиво Встретился с вами Вы начали Это мы не дадим вам сделать Это не дадим Это будем тормозить Это не дадим По идее, должно быть в худшую Потому что в результате Вот те требования, которые выделили Никогда в таком виде Не проходят Ну, какие-то проходят, а какие-то не проходят Правильно? Это же результат конфликта Вроде как перед дракой я считал, что он меня победит А после драки он оказался Я его победил Какой-то удар такой пришелся И он Это же результат борьбы в двух противоположных тенденциях Он некрасивый То есть коллективный договор всегда имеет изъяны Связанные с тем, что хорошие пункты не прошли И еще такие пункты, которые там связывают Хотя ушлые докеры, например Они всегда делали там в разных вариантах По два, по четыре пункта Которые на одну и ту же тему Поскольку, так сказать И эту данист дадут, и этот дадут Эти два не дадут Или один останется И он пройдет Поэтому тут всякие могут быть Уловки, в том числе и приемы Так, так вот С этой точки зрения Почему мы достаточно основательно На этом останавливаемся Потому что это, ну, как бы Высшее достижение В области социально-трудовых Конфликтах Которое может быть получено В рамках данного общественного устроя То есть вы можете получить Локальный правовой акт Который действует Входит в систему норм права Правильно? Это правовой жак И действует в рамках Вот этого предприятия В этой организации Единственное, что Как вот есть такое мороженое Которое тает Так и это-то И только на три года Потом надо продлевать Если вы не приготовили проект Еще более внушительный То вы не продлите этот проект Который был Поэтому некий говорит Ну, он продлевается Само ничего не продлевается Наоборот Заканчивается Раз и обрыв И все блага Возвращаются на уровень Записанного в законах А у вас был и рабочий день меньше И зарплата больше И стимулирование выше И отпуск Намного больше И все это пропадает В одночасье С завтрашнего дня Как кончился 31 декабря Наступило А 1 числа вы приходите Уже не то Вот Но если вы Успели Провести переговоры И угрозой Допустим Забастовки Угрозой Забастовки Забастовка Может быть Успешной И в том случае Когда она готовится Если вы до этого Провели И не раз Успешной Забастовки Тогда Работодатель понимает Что вы можете Это сделать Раз можете Зачем Эти приключения Совершенно Они не нужны Эти потери Абсолютно Не нужны Поэтому Если уже У вас есть проект И уже есть Требования Гонять этот Новый проект Это проходит Но вот Если Три года Еще проходит Шесть лет И вот Это норма права Которая не похожа Ни на какие другие Все нормы права До тех пор Пока не будет Нового закона Правда? Так оно действует Бесконечно Вот сейчас Дмитрий Анатольевич Озаботился Отменить Какие-то Советские законы Особенно Отменить ГОСТы Потому что Горит Они завышены Когда у нас Кругом Сплошь и рядом Пальмовое масло Вместо молока И масла И когда Сплошь и рядом Вместо Говядины И свинины Курятина Там В колбасах В том числе Копченых И когда Качество продукции Ухудшается И ухудшается Не говоря уже о том Что вот Последняя колбаса В которой Было написано ГОСТ И Докторская Назовалась Докторская ГОСТ На ней было Сбоку написано 84% мяса Правда Какого мяса Не было написано И сейчас Нет этой надписи 84% Короче говоря Сделали мы Художественную колбасу Сколько там Процентов мяса Ну что вы спрашиваетесь Это же Дело не в мясе А дело в том Чтобы продать Эту куку Или скажем Если кто-то Интересуется Тема Можно ли Купить фарш Для того Чтобы сделать котлеты Фарш Продается Широко Мираторг 35% Жира Вам нужно Срочно 35% Жир Вы будете Солидные Ученые Котлеты Котлеты Без жира Не будут Вкусными Они не будут Без жира Не беспокойтесь Потому что Нормальный Фарш Продается В перекрестке И только В перекрестке Больше Ниде Вы не купите И то не всегда Там Редко бывает Там 7,5% Жира Видите разницу 7,5% И 35% 35% И туда Кидали Не столько Жира Что было В этом мясе А из другого Мясо Отрезали И туда И туда Вам Ну для того Чтобы кого-то Кормить стейками Надо Жир был Отрезать И бросить Вам В колбасу Тем более Что вы так считаете Что жиры Они не будут Вкусные Так вот Я вас уверяю С таким количеством Жира Не будут Вкусные Котлеты Они не вкусные Они вкусные Вот Купите Фарш 7,5% И вы видите Что они вкусные Но это редкость Это так сказать Ну какое-то На качество Которое Кто-то себе Производит Наш этот самый Бывший Мясокомбинат Самсон Но от него Рожки-то ножки Уже остались Много он не производит А всяких Мясокомбинатов Которые Что-то Как-то Из чего-то Делают Очень много Я еще В советское время Но уже После экономической Реформы Читал Журнал Плановое хозяйство О качестве Колбасы О составе Колбасы Значит Мясо Жир Крахмал Так Очень большая Составляющая Это Костная мука Видели Такие маслы Большие Здоровые Да Если их Перемолоть Костную муку Она же не вредная Она становится Мукой И туда В колбасу В колбасу Ну Много колбасы Получается Костная мука Нитрит Нитрат Поташ И казеин От натрия Ну Казеиновый клей Еще делают Из маслов Тоже Из костей Там долго Значит Если есть Заводы были По производству Столярного клея Вонь такая Оттуда идет А сейчас Это готовят Так колбасу Это было В 65 Году В 65 Году Экономика Была сориентирована На стремостные Показательные Объем реализации Прибыль Рентабельность Не на качество Колбасы Она Вноку Вернее Даже не важно Сколько колбасы Важно Сколько я денег Получу От продажи Колбасы Сам бы ел Да деньги надо Знаете Такую поговорку А сам я есть Это не буду Я же знаю Из чего это сделано Сам бы ел Да деньги надо А деньги от вас Вот вам Этого колбаска Там пирожок И так далее Вот Так что То что мы сейчас Рассматриваем Это вопрос О норме Такой права Локально-нормативном акте Он к сожалению Опирается Или существовать Может Стабильно Если Постоянно Такой Организованным Является коллектив Профсоюз Хороший И так далее Как только он Замирает Эта норма Заканчивается Ухудшается Или пропадает И тогда он Возвращается На тот уровень Который дают законы А законы дают Гораздо худший уровень И наоборот В коллективном договоре Можно Иметь То Что не запрещено Законом То есть Больше Значительно То есть Там Например У Докеров Одно время Был Отпуск 55 рабочих дней 55 И они Тогда Не болели В такой степени Профессиональными Заболеваниями Как сейчас У них Там Постоянно Идут люди Которые На профзаболевания В инвалиды И в инвалиды Но они Променяли Это на зарплату А зарплату Съела инфляция Тут же Быстро За год И получилось Я пытался Их убедить Что Если в отпуске Так вы же можете Где-то работать И зарплату получать И отпускные Получать за эти дни Еще и зарплату Нет Их уговорила Администрация Пригласила Беседовала Со всеми Руководителями Правосоюза Пили кофе И после этого Кофе Они потеряли Заболевание И вот так Братно не вернуть Или очень трудно вернуть Так Ну вот После этого Предисловия Так сказать Поскольку Речь идет О значимости Этого вопроса Что мы Не пустяковую Тему разбираем А это мы Разбираем то Что представляет С собой Не какое-то там Отдельное требование А комплексные Требования Работников Которые могут Улучшить жизнь Работников Этого коллектива Во всех отношениях Если они Улучшить жизнь Этого коллектива То другие коллективы Могут посмотреть На этот коллектив И постараться Сделать то же самое То есть А если это будет Большинство коллективов Которые в этом отношении Продвинулись Тогда все Это вопрос о том Чтобы то что есть В коллективных Договорах Загрепить В трудовом Кодексе И раз И изменили Норму трудового Кодекса Чтобы уже ниже Нельзя было Опускаться Вот Перспектива Этого дела Поэтому Уже сейчас Рядовые члены Коллектива Члены профсоюза Могут участвовать В формировании Права В той части Которая Непосредственно И касается Касается Условий жизни Зарплаты Времени работы Условий труда И так далее Ну вот После этого Предисловия Я думаю Ваш доклад Будет встречен На ура Пожалуйста Себя наживите Фамилии и отчества Тема своего доклада И Пожалуйста Излагайте Меня зовут Ходинков Андрей Олегович Андрей Андрей Олегович Да А отчество Не расслышал Андрей Олегович Очень солидно Андрей Олегович Меня вот учили Так вот Говорить Так Меня зовут Как Фамилия Падинков Не понял Падинков 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 Я бы так сказал Меня зовут Падинков Андрей Олегович Вы поняли Что это Солидный Будет доклад А вы Как-то Подавите себя Давай еще раз Нет Хвастели мы уже В общем Я решил взять Такую Достаточно Сложную Но Я думаю Подходящую К тем К направлению А именно Навис Конфликторазвешающего Потенциала Коллективного договора Какого? Конфликторазвешающего Потенциала Сильно Сильно Сказано Да Не уверен Что я смогу Его полностью Раскрыть Но Материал Достаточно Поэтому Будем пробовать Начать Хотелось С того Что коллективный договор Я рассматриваю 2008-2011 года Закрытого акционерного Общества Первый контейнерный терминал И Да Действительно Уже на первых страницах Есть определенные Пункты Отсылающие нас К конфликторазвешающему Потенциалу Данного договора И Начнем Наверное С пункта Под номером 1.6 Который Говорит Нам Вкратце О том Что стороны Будут стремиться Разрешать Все возникающие Разногласия По Методам Переговоров И Соблюдение Следующих Процедур А Это Учета мнения Правкома Предусмотрение Обязательности Работодателя Перед изданием Учета мнения Или Согласования С правком Учета мнения Правкома Так это Плохо же Нет Это Конечно Это плохо Но Согласитесь Что Сейчас В общем Не довел до конца Но в общем Есть у нас Пункт А и пункт Б В этой статье 1.6 Которые Как раз таки Водят Такого посредника Между Работниками Работодателями Как правком И они вводят его Не просто На словах Он не посредник Да-да-да Я сейчас об этом скажу Не вводят его Не просто на словах А формализуют Почему Я называл Посредником Да Он не является Нейтральным Он Может быть Посредником Если его Подкупает Работодатель Он может даже Быть сторонником Работодателя Представителем Работодателя На деле Правком Так и бывает Причем В большинстве В большинстве Организаций Вот сейчас В России Большинство Руководителей Профсоюзных Организаций Стоят на стороне Работодателя Живут Припевающие А бедные Дескать Трудящиеся Вы хотите Приподнять Это обстоятельства Оправдатель Или наоборот Нет Я не хочу Ни оправдать Ни приподнять Я хочу Сказать Что Правком Является Посредником Но он Не нейтральный Он на стороне Рабочих Именно в этом Коллективном Договоре И он Как бы Пытается Уравнять Силы Организаторов Труда И работников То есть Понятное дело Что это сделать Очень сложно Но Ого Сила больше Сила больше У кого У Конечно Работодателя Значит Он уравнять Совсем не может Потому что Работодатель Обладает Несметными Богатствами И всеми Трестными Производствами То есть Он может Уменьшить Разницу Силы Он уменьшит Эту разницу Если будет Последовательным Представителем Работников Или неким Посредником Представителем Работников Но Он же Непосредственно Ведет Какие-то Переговоры И наблюдения За работниками И переговоры С работодателем Я понимаю Что он идет Вот мы с вами Там Находимся В обстановке Великой Отечественной Войны И вас направили К парламентерам Так Так вы что Будете посредником Или вы Будете Отставить Интересы Нашей страны Как бы Вас не Расстреляли Тут По приходе Вот тех Которые Посредничают И сотрудничают С оппантами И их Расстреливают Как-то непонятно Но тут же Противоположность Интересов Или нет Вот в этих Вот споры Эти ведутся По тем позициям Которых Позиция работодателя И работника Противоположно Потому что Когда начинается Коллективный Тройной Спор Когда Мы же с вами Предварительно Рассматривали Вопросы Переговоров Когда переговоры Ничего не дали Да Об этом я еще Скажу Вот Переговоры Это и был Сами переговоры Считайте Это вот Средство Сами Это и есть Коллективный Посредник Вот Можно было Обсуждать Рассуждать Работодатель Обязан был Выделить Три месяца Оплачивать Значит Деньги Давать Тем Кто работает Вот То есть Что участвует В переговорах Освободить От работы Не всегда Это делает Но вот У докеров Всегда делали Даже больше Хотите Еще болтайте Сколько хотите Лишь бы Вы только Не требовали Вот Переговариваться Пожалуйста Переговаривайтесь Вот это Было Посредники А тут Как-то Согласиться С тем Что это Посредник Если Посредник Но он Не нейтральный На мой взгляд Мне кажется Это достаточно Разве Не нейтральный Значит Он не посредник Почему Ну как Почему Ну как Почему А кто Такой Посредник Посредник Это Человек Который Должен Решить Какой Разрешить Конфликт Да Да Ну так Скать Исходя Из Неких Каких-то Других Соображений Ни из интересов Одной стороны Ни из интересов Другой Он что Какую-то Третью сторону Представляет Вот таким Посредником Всегда выступает Государство Потому что Не видно Что государство На самом деле Никакую И третью сторону Представляет А государство У нас Какое Буржуазное Поэтому Оно А буржуазия В данном Случае Это Собственники Средств Производства Поэтому Государство Начинает Выступать Посредником Например В трехсторонних Комиссиях На уровне Министерства И так далее И Свою роль Играет Тогда У вас Треугольник И в этом Треугольнике Две стороны Противостоят Одной стороне Работников А на уровне Трудовых коллективов Я вам рассказывал Что Нету Ни одного Случа Приглашения Посредников Потому что Когда Одна сторона Говорит Вот это Я предлагаю Такого посредника Он такой Объективный Толковый Умный Бестрастный Беспристрастный Другая сторона Думает Ага А вы его Предлагаете Для чего Для того Чтобы решить Свои проблемы Поэтому Другая сторона Не соглашается Здесь другая Сторона Предлагает И это Не соглашается И я вам Даже приводил Пример Что В тех случаях Когда Даже Начинаются Переговоры А посредников Сторона Не кончаются Ничем Никогда Не бывает Этих посредников Я не знаю Ни одного Случая Хотя Занимаюсь Этим делом Десятки лет Ни одного Случая Не знаю Посредников А вот Представители Сторон Всегда есть А вот Еще Среди Рабочих Могут Люди Которые Подыгрывают Работодателю А может Среди Представителей Работодателей Быть люди Которые Симпатизируют Работникам Правда? Ну Кроме Всего прочего Кроме Есть общих Таких Интересов Есть какие-то Конкретные И люди Люди Живые Они За правду Справедливость Начинают Выступать Поэтому Все же Да Остановимся На том Что Профсоюзы Являются Представителями Я-то Законную сторону Представляю Там написано Законно Что они Я чувствую Вот И Соответственно Я как Государственный Человек Я в государственном Развете Преподаватель Я возмущенный Профсоюзы У нас Да Да Последствия 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 Следующий Пункт Это 1.7 Который Подразумевает Разрешение Коллективных Споров Связано С выполнением Коллективного Договора Посредством Сотрудничества И в духе Взаимного Уважения Путемь Поиска Взаимно Приемлемых Решений То есть Данный Пункт Является Важным Если К нему Относиться Серьезно То есть Понятное Дело Если Мы Говорим Сейчас О том Что Работодатели Плохие Работодатели Никогда Не будут Входить В положение Работников Потому что Им это Не надо То Этот Пункт Бесполезен И Санкции Заним Вы Отдаете Отчет Что Перед Этим Было Три Месяца Переговоров Которые Ничего Не Дали Подождите Сейчас Мы Про Переговор Еще Поговорим Дальше Ну а Вы Говорите Что Вот В духе И так Далее Это Все Это Важно Если К этому Относиться Серьезно Еще раз Повторюсь Если К этому Относиться Серьезно Это Похоже На То Что Как Вы Думаете Если Скажем Я Хочу Вас Ударить Вот Если Относиться Так Не Серьезно А Если Относиться Серьезно Куда Я Поведу Руку Вперед Или Назад Назад И вот Тогда Я Ударю Так Что Вы Улетите Поэтому Если Относиться Серьезно Обязательно Надо Вписывать Каждый Представитель Это Спор Конфликт От силы Аргументов Мы Уже Ушли К Аргументам Силы Но Это Не Значит Что Мы Сейчас Вас Сомнем Мы Вас Сейчас Побьем Нет Мы Мы Должны Миром Все Сделать А Сам Отвожу Это Время Руку Нажер Это И Та И Другая Сторона Пишет С удовольствием И По этому Вопросу Никто Конфликтов Никогда Не Бывает Все С удовольствием Такие Формулы Туда Вставляют Нет Я Буду Слоняться Кому Мнению Что Все Настолько Плохо И Люди Более Адекватно И Именно Как раз Так Договорились Не То Что Договорились Со Мной Вот Я Ваш Генеральный Директор У меня В кармане Миллиард А Вы Хотите 15 Миллионов Вытащить Из Моего Кармана И Хотите Меня Убедить Словами Наивный Человек А Почему Словами Просто Если Будут Относиться К Друг Друг Люди В Духе Заимного Уважения А Я Вас Уважаю На 15 Миллионов Не Потому Что У нас Борьба Идет Она Везде Идет В жизни Мы Здесь Создаем Такое У нас Не Борьба Конструктивный Диалог Опытного Замечательного Знающего Преподавателя И Балбеса Студента Это Злодей Тут Сидит Мешает Тормозит Вас И Надо Пробиться Через Этого Злодея И Своё Стоять Я Не Возражаю Против Что Он Говорит Что Он Правильно И Не Соглашаться И Отстаивай А Что Это Он Он Молодой Здоровый Поэтому Его Не Собьешь Он Тянет Свою А Если Начнете Защищать Он Говорит Что Это Молодой Парень Его Девушка Защищает Сам Не Может Отбиться Он Может Защищает Он Нормально Защищает Он Хорошо Он Не Плачет Он Разговаривает Пока Что Если Еще Раз Мне Конечно Дать То Я Заплачу А Как Вы Думаете У Нас Пока Не Закончится Наше Время Так И Будет Одни Удары К Чему Ведет Взаимное Уважение На Мой Взгляд Оно Ведет К Пятой Модели Поведения В Конфликте Именно К Сотрудничеству И За счет Сотрудничества Возможно В ближайшем Или В дальнейшей Перспективе Трудовые Конфликты Смогут Разрешаться Сотрудничество Начинается После того Будет Принято Тремование Работников Или Сотрудничество Должны До того Как Будет Принято Какое Сотрудничество Когда Люди Идут На Забастовку Что Такое Сотрудничество Отказ От Труда Потому Что Труд Непринудительный Потому Что Люди Не Хотят Работать При Любых Условиях А Только При Таких Которые Играются Человеческими Никаком Сотрудничестве Тут Не Может Быть На Этой Почве А Вот Если Это Не Подневольный Труд Там Не Считали В Кодексе Запрещение Принудительного Труда Какой Труд Считается Принудительным Он Же Не Хозяин Этих Работников Он Хозяин Средств Производства А Как Им Работать Они Сами Должны Определить Это Это Очень Важно То есть Речь Идет О Достоинстве Человеческом Работников Они Не Хотят В таких Условиях Работать Которые Мы Же С вами Рассматривали Этот Вопрос На Я бы Сказал Государственном Уровне На Очень Высоком У нас Сейчас Идет Нормальное Воспроизводство Работников Или Деградация Идет Деградация Ну Идет Деградация Вы В этих Условиях Деградаций Призываете К Мягкости Уступчивости В этот Момент Это Разные Вещи Уступчивости Мягкости Сотрудничества Сотрудничество Это Отставивание Своих Интересов Как Вы Думаете Докеры Что Случайно Написали Такую Формулу Они Это Написали Это И Проект Они Написали Он И Прошел Ну Молодцы Ну Вы Думаете Эти Формулы И Проходили Они Проходят Молодцы Задача Да Далее У нас Пункт Идет 1.8 Он Повествует О том Что В случае Если у Работника Возьмите Признагласие С работодателем По поводу Применения Какого Либо Положения Настоящего Коллективного Договора Или Трудового Законодательства Он Должен Прежде всего Обсудить Это Непосредственно С руководителем То С одной Стороны Да Это Очень Хорошо Но С другой Я Читает Договор Законодательство Или Труд Коллективный Договор Находит Какой-то Параметр Который Не устраивает Сразу Подходит К начальству Здравствуйте Вот Меня Это Не устраивает Можете С мной Пожалуйста Это Обсудить Он Подходит В обеденный Перерыв Потому Что Если Не В обеденный Подойдет Скажите Работайте Вы Шли С рабочего Места Я Вас Накажу Поэтому Приходит Свой Обеденный Перерыв Говорит А почему Вот Это Вот Так Нормально Вы За Сотрудничество Ну Да 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 Я За Сотрудничество Мне Кажется Этой Статье Не хватает Каких-то Гарантий Возможно Для Того Чтобы Работодатель Выслушал Работника Потому Что Ну Мало Того Что Выслушал Сделал Какие-то Выводы И Предпринял Решение Или Имитировал От Коллективном Договоре Такие Гарантии Выслушивать Работника Вот Если Я Ваш Начальник Ваше Дело Какое Вот Вам Задание И Выполняйте А не Разговаривайте То Я Не Обязан Ни Письменные Ни Устные Ваши Всякие Слова Слушать Нет В законе Никакой Обязанности Это Я Как Порядочный Человек Могу Выслушивать А Если Вы Возьмете Скажем Государственный Уровень То Государство Обязано Дать Ответ На Любое Обращение Гражданина Государства В месячный Срок Любой Государственный Орган Любой А Это Не Государственный Орган У нас Частные Предприятия И И Есть Приказы Руководства Которые Не Обсуждается Выполняется Сколько Угодно А А вот в пределах, так сказать, коллективного трудового спора, вот тут и спорите сколько хотите. Вот это и место, и время, как вам обсуждать. А если, а как вы будете так говорить? Ведь только в обеденный перерыв, потому что если вы работаете, вы уйдете с работы, выговор. Второй раз выговор уволен. Так. Ну, все равно, на мой взгляд, не хватает каких-то определенных гарантий. То есть, с одной стороны, хорошо, да, работодатель выслушает работника, но он может его выслушать и забыть сразу же, тут же. Нет, тут есть такое специальное положение, вы даже отметили, учет мнения. Если вы эту процедуру прочитали, учетом мнения, она в чем состоит? Наверное, вы ее не прочитали. Про учетом мнения такая интересная, она заслуживает того, чтобы вы ее, она как раз очень интересно обходит этот путь и делает его пустым. Значит, если вы не согласны, то есть, значит, вернее так, речь идет о том, что я решил новый приказ издать. Например, такой, что ваша зарплата сокращается на тысячу рублей. Я генеральный директор. Раз написано, что сейчас учет мнения, в коллективном договоре есть, да, то я должен написать обоснование этого своего приказа и отнести в подком, который вы считаете посредником. Обязан я, обязан генеральный директор, ну, лично или с помощью своих помощников, отправляет проект приказа. Не может просто взять и издать. Нет, он должен обязательно отправить правком. С обоснованием правком может согласиться, и тогда генеральный директор может уже подписывать его. Если правком не согласен, он должен, да, мотивировать свое мнение. От него не требуется обоснование, но мотивировать-то можете вы чем? Почему вы не согласны на это? Мотивируем. Тогда руководитель и представитель профсоюзной организации, руководитель, должны провести переговоры, консультации. Консультация написана. То есть, вот я вас приглашаю чайку попить, мы сидим с тобой, пьем чай. Мне очень хорошо пить этот чай, потому что после проведения консультации я могу уже подписывать свой приказ и все. И это сводится к тому, что это затягивает издание приказа, соответствующее, на 2-3 дня. Но можно сказать, что вы за это время, если увидите его ужасный характер, вы можете в суд подать, в прокуратуру, в Рострудинспекцию, бить во все колокола, сказать, что мы забастовку будем делать. Это ваше дело. То есть, в этом положительная сторона все равно есть, что не дают сразу сгоряча издавать приказы. Это называется учет мнения. А вот более высокая форма, которую вы, я не знаю, заметили, что есть у докеров, они за это бастовали. Чтобы была форма согласования с профсоюзом. Вот вас увольняют. И в отличие от вашего положения, сейчас, когда у вас, так сказать, предмет интереса коллективный договор, когда вас увольняют, этот коллективный договор для вас, как бы, интерес теряет. Потому что это для всех тех, кто остается, а для вас уже все равно. Вы здесь больше работать не будете. Поэтому докеры вставили в коллективный договор, что какие-то вопросы решаются, затрагивающиеся коренным образом условия работников, только по согласованию с правкомом. Вот, который вы, так сказать, так приподняли на уровень посредника. А он на уровень защитника тогда выходит, благодаря этому пункту. Значит, если это затрагивает сильно работников, правком согласование не дает. Вот вы приходите ко мне, если я представитель правком, и жалуетесь, меня увольняют. Я говорю, да плевать на них. Никто вас не уволит, потому что это мы не согласуем. Я пишу на проекте приказа. Не согласовано. Все. И вы прекрасно. Хотя я наблюдал такую картину, когда вот такой квадратный докер приходит к председателю правкома и плачет. Вот, она сказала, идти, пойти в кадры. А председатель правкома сидит так, пишет что-то. Говорит, да не обращай внимания, у нас согласование. А она сказала, иди в кадры. Да никуда не ходи, никто тебя не уволит. И такие были картины, когда те люди, которые не являются членами профсоюзодокеров, а членами ПРВТ, они уволены, а все члены профсоюзодокеров все остаются. Более того, вот в последнее время, вот не то время, которое вы рассматриваете, а в последнее время сменился собственник и стал Global Sport. Очень крупный, мировой собственник портов. Поэтому ему эти вот укусы такие, суммы, ничто. И он стал сокращать производство здесь в порту. А у работников согласование, не учет мнения, который чуть-чуть задерживает вашего валия, а согласование. То есть ни одного докера и работника, так сказать, профсоюза работников водного транспорта, которые соединились в один предстоитный орган, уволить нельзя. А всех остальных можно. Ну, взяли, и они уволили всех нечленов профсоюза. И вот это предприятие, которое мы рассматриваем, первый контейнерный терминал, он был ЗАО, потом ПАО, потом АО стал. Вот это первый контейнерный терминал, единственное, насколько я знаю, в стране предприятие, на котором нет ни одного, ни члена профсоюза. Потому что остались только члены профсоюза, которые были защищены, что их нельзя уволить без согласования с правкомом. Вот и все. Так что это вот тут большое дело. Учет мнения – это так, для разговора. Ну да, тут я с вами согласен полностью. Но в любом случае, мне кажется, согласование мнений – это достаточно такой сильный шаг вообще в развитии организации. И правкома. Не согласование мнений, а согласование с профсоюзом. С профсоюзом. Профсоюз или разрешит, или не разрешит. Вот и все. Если он не согласовал, все. Но тут важно, чтобы профсоюз находился на стороне рабочих, а не на стороне... Ну конечно, ладно. Понятное дело. Далее, следующий пункт, который я хотел рассмотреть, это 2.1 и 2.2. В первом же разбираются обязанности работодателя, во втором разбираются обязанности работников. Первый говорит о том, что работодатель обязанностей соблюдает трудовые и связанные с трудовыми отношениями законодательства, выполнять условия заключения с работными трудовых договоров, полно выплачивать зарплату и так далее и тому подобное. И хотел акцентировать внимание на том моменте, который на прошлой лекции акцентировал внимание Аня. Это о том, что не допускать любую дискриминацию работников. То есть, с точки зрения... Не допускать? Любую дискриминацию работников. То есть, с точки зрения каких-то разрешающих потенциалов, на мой взгляд, этот пункт важен, но опять-таки тут нет никаких гарантий. И на словах действительно может дискриминация не допускаться, но она может проявляться как-то формально. С другой стороны, стоит отметить, что этот пункт опять-таки формализован, и уже рабочие, которые, возможно, не задумывались никогда об этом, могут, опираясь на него, отстаивать свои права, что тоже очень важно. Также хотелось отметить, что наличие двух пунктов, которые, с одной стороны, подтверждают обязанности работников, с другой стороны, подтверждают обязанности работодателей, позволяет нам подтвердить не односторонность договора, а то, что в нем принимают участие две стороны, что очень важно, то есть их осознанность в определенной степени играет роль. Далее, хотел перейти к пункту 3.132, который говорит о необходимости сохранения конфиденциальности информации. То есть конфиденциальность вообще является, на мой взгляд, основой, фундаментом крепких бесконфликтных отношений на предприятии, но потому что, если ты не можешь рассчитывать на то, что работодатель не будет сохранять твою информацию, каким-либо образом, хранить ее и не передавать третьим лицам, то как можно говорить вообще о каком-то спокойствии и… Ну вот могу вам проиллюстрировать этот пункт, этот пункт вутафорский, потому что на самом деле на переговорах сколько не ставили члены профсоюза, представители работников, вопрос о том, что сказать, какая у вас прибыль, покажите, какие у вас доходы, а то вы говорите денег нет, денег нет, денег нет. Вот на все пункты, улучшающие положение работников, ответ один у работодателя, нет денег, нет денег. Говорит, ну покажите, какое у нас состояние, мы будем плакать вместе с вами, рыдать вместе с вами будем, если нет у вас прибыли, нет средств и так далее. Никогда. Несмотря на то, что, знаешь, товарищ Федотов, начальник консалтинга правового отдела и первый заместитель председателя, правкома встает и говорит, значит, вот вы обязаны дать, мы требуем дать необходимые данные для введения коллективного договора. Ну при условии, что мы будем сохранять эту коммерческую тайну. Тем более есть вопросы, которые к коммерческой там не относятся. Никто никаких данных не дает. Поэтому, а что сохранять? А какие данные у работников? У работников данных нет никаких. Речь идет только о тех данных, о финансовом состоянии работодателя, которые должны быть на столе переговоров и на рассмотрении. Вот никто их не выдает, поэтому это прикрытие только вот этого самого процесса. Больше ничего. На деле, что получать? Ну а почему этот пункт был сохранен? А потому, что он безвредный. То есть, для этого иногда нужно, ну как я вот рассказывал, как колбасу делают туда, натолкают всякие чуши, и колбасы много, и можно ее продавать. Надо незаметно сделать. Вот такой он мирный, такой хороший, все друзья тут, у нас нет никаких проблем. А на самом деле дело идет. На самом деле, коллективный договор продукт, результат проведения забастовки. И пока они дошли до забастовки, вот в последнем случае, в последнем случае, мы имеем в виду новый полдоговор, который вот я некоторым товарищам давал, свежий совсем, он получен путем доведения этого конфликта до забастовки, но забастовку уже не проводили, потому что работодатель знает, что эти ребята, они ее проведут. И не надо испытывать судьбу. Зачем это нужно? И тогда они все подписали. Ну, возможно, да, справедливо. Я уделил достаточно большое этому внимание, но на самом деле, все равно считаю, что конфиденциальность, ну она имеет место здесь быть, и находиться, просто я не располагаю данными о обязанностях работодателя с точки зрения закона о сохранении конфиденциальности работников. То есть, есть ли такой пункт трудового законодательства? Должен ли работодатель не допускать утечки данных работников? Или же все-таки это как-то... Работодатель не только не допускает, вообще ни о чем не говорит. Не говорит о том, что не является, на самом деле, коммерческой тайной, необходимой для переговоров, он и об этом даже не говорит. Другая картина. Ну, как вы можете разговаривать, о каком разговоре, о каком, так сказать, сотрудничестве может быть, эти вещи, когда он прибедняется и говорит, нет денег, на все говорит, нет денег, нет. Ну, вот, что касается денег, хотел перейти к следующему пункту, это непосредственно рассмотрение заработной платы. Это не к заработной плате имеет отношение, еще это отношение имеет к прибыли. Вот, скажем, в этой компании, вот сейчас Global Ports, а перед этим был другой работодатель, другой собственник. А вот если взять три компании Порта основные, первый, второй, третий, первый, второй, третий районы, там собственник, миллиардер лисен, у него 17 миллиардов долларов. Какое у него финансовое, какое у него финансовое положение, мы знаем без этой самой информации, без того, чтобы его у него брать. По списку Forbes, просто можно посмотреть. И что думать, это переговоры легче? От того, что мы знаем, что у него 17 миллиардов долларов? Потому что если вот выиграет докеры со своим этим коллективным договором и добьются того, что они записали в своем проекте, ему плевать. Потому что это незначительная сумма по отношению к 7-17 миллиардов долларов, которые у него есть. Один из крупнейших миллиардеров России. Ну и все. Ну, как говорится, кому-то повезло, да? Да. Кто-то, честно, дом заработал. А мы переходим к тому, что данный коллективный договор защищает, на мой взгляд, работников от неожиданных увольнений. Да. Так как в пункте 3.2.12 зафиксирована необходимость информирования, уведомления работников о приостановке работы предприятий полной или частичной вне зависимости предупреждать за три месяца до конца. также в пункте 3.2.18. Это ничего, так сказать, ничего не дает для оценки колдоговора, потому что это норма закона. Если есть профсоюзные организации, за три месяца предупреждают, чтобы профсоюз свою позицию сформировал. Если вы в профсоюз не входите, за два месяца. Это общая норма трудового кодекса. Ничего тут в этом колдоговоре не прибавлено. А я вам сказал, что прибавлено, что нельзя уволить без согласования с профсоюзом. Вот что важно. Никого, никого из членов профсоюза нельзя уволить без согласования с профсоюзом. Ну это да. А это, это... Ну хорошо, я вас предупреждаю. Вы на работу поступили ко мне, я вас сразу предупреждаю, что через три месяца вас, возможно, уволят. Ну из этого... Потом могу вас и не уволить. О том, что... Потом опять предупреждаю, что еще через три месяца. И держу вас все время в таком положении, чтобы вы особенно ничего не требовали. Другая интересная статья, которая следует после 3.2.12, это 18-ая, говорящая о том, что в течение двух месяцев дается, получается, 16 часов оплачиваемых работникам для того, чтобы они смогли в это время найти себе новое место работы. Правильно, правильно? Потому что человек, вот и он знает, что его уволят, его уже проинформировали, это ничего особенного нового не несет. А вот то, что в коллективном договоре записано, что вам оплачивать будут 16 часов, и вы можете в течение 16 часов не на работе было искать новое рабочее место. Это очень ценно, правда? Да. Причем не так, что идите ищи, но денег не получите за свой счет. Нет, за счет работодателя. И помимо того, что это ценно, это еще и добавляет определенного уважения к работнику, что, на мой взгляд, опять-таки сглаживает и улучшает их отношения за счет непосредственно этого коллективного договора. И к работодателю уважения, что работодатель, ну, какие у него причины, так сказать, вот, закрывать или сокращать, это другой вопрос. Но он, по крайней мере, так сказать, вас не выставляет, а дает возможность найти другое рабочее место. Правильно? Причем не просто дает возможность, что время дает, еще и финансы даешь. Вы это делали, так сказать, в рабочее время. Далее я хотел отметить пункт забастовки 3.2.24, который говорит о том, что забастовки, соответственно, да, они существуют, они могут быть, но во время забастовки не направлять работников в другие организации при наличии там забастовок. То есть этот пункт запрещает, сейчас сформулирую, этот пункт запрещает привлечение третьих сил, третьих лиц для проведения работы в рамках данной организации. Как это вы так красиво, это гладко сформулировали? На самом деле этот пункт не дает возможности использовать работников как штрихбрехеров для других организаций. Штрихбрехер это как? Что такое? Штрихбрехер как переводится? Вы рассказывали на немецком, это тот, кто ломает забастовку? Да, штрихбрехер. То есть у них людей забастовка, а вдруг приходят из других организаций и начинают работать. Так вот, у них по полдоговору записано, что наших рабочих нельзя будет использовать для того, чтобы они были штрихбрехерами в других организациях. Правильно? Вот так. Но это так не сформулировано, так сказать, политически точно, а штрихбрехеры, а у нас смысл в этом? Возможно, да. Тогда это очень продуманный пункт, на мой взгляд. Да, очень продуманный. Далее я хотел перейти к 3.3.2. Обеспечить работников, имеющихся у работодателя достоверную информацию о состоянии условий труда на рабочем месте, существующем риск повреждения здоровья, в том числе температура окружающей среды и так далее. То есть данный пункт информирует рабочих о состоянии условий труда, что уже на определенном начальном уровне позволяет им оценить обстановку и в дальнейшем не получить каких-то травм, из-за которых также в перспективе могли бы сложиться различные конфликты, противоречия, что как бы дар деговорам предусматривается. Далее я хотел отметить, пункт 3.3.59. Обеспечивать возможность для подготовки к проведению правкома независимых исследований и экспертиз, условий и организации труда работников, а также в пятидневный срок с момента получения работодателя направлять в правкома материалы, копии материалов, соответствующие исследования и экспертизам организуемых работодателям. То есть здесь в какой-то мере степени определены полномочия правкома и они мало того, что определены, они еще формализованы и должны по данному пункту обеспечиваться. То есть они позволяют правкому следить за состоянием организации, выявлять различные нарушения и более конкретно анализировать условия труда, что также позволяет избежать различных впечатлений в этом моменте. Вот я бы к этому добавил, что это позволяет решить такую проблему, но представляет себе порт, это граница, туда никто так просто не зайдет, не придет. Вот профсоюз за свои деньги заказал специализированной какой-то медицинской организации, которая изучает условия труда и может выступить экспертом, провести экспертизу. А работодатель не пускает ее, он имеет право не пустить на территорию никого, пропускная система, причем идет пропускная система через ФСБ, на шпалярной улице. Вот, поэтому, значит, это не такой простой вопрос, поэтому здесь записано, что она вот содействует, обеспечивает, должна. Мало того, если администрация сама проводит, она сделала для себя, выяснила и скрывает. Она не должна скрывать, она выяснила, плохие условия труда, так вот, дайте нам результат вашего исследования, и мы даем вам, и свое вы нам даете. Вот это сотрудничество. Потому что если люди будут, скажем, получать инвалидность, потом организация, между прочим, будет платить это из своих средств, это самая инвалидность. Потому что это, так сказать, такое легко, образуемое дело. Далее, пункт 3.5.22, как раз таки говорит о заработной плате, о том, что она должна выдаваться вовремя, с учетом ее официального размера, и два раза в месяц. Да, это написано в кодексе, это не должно быть в этом особо вовремя. Да, 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 да. Я хотел просто подчеркнуть факт того, что именно… Это повтор в кодексе того, что… А разве в 2011 году зарплата должна была обязательно выдаваться в два раза в месяц? Да. Ну как-то, вы не знали такие понятия, как получка и аванс? Нет, просто я думаю, что это совсем недавно было введено. Нет, это всегда было. Ладно, в любом случае я хотел подчеркнуть, что очень важно, что пункт здесь присутствует, как минимум потому, что заработная плата является, как сказать, целью работы рабочих. И ее выплата в грамотные временные сроки позволяет минимизировать различного рода проблем с получением заработной платы, соответственно, различные конфликты. Ну, в трудовом кодексе существует еще определенный механизм прописан, которого здесь нет в политическом договоре, который позволяет эти конфликты успешно разрешать. Вот если вам не выплатили зарплату, что нужно делать? Вы знаете? Приостановить работу. Да, приостановить работу, но уведомив администрацию, что вы приостанавливаете работу. Да? Да. Вот он. В то выплате зарплаты. То есть вы не останавливаете работу, а приостанавливаете работу. И вам тогда обязаны администрация, уведомив вас в письменном, написать письмо о том, что уважаемый такой-то, вы должны завтра выходить на работу, вам будет выплачена заработная плата. Завтра. Вот и все. То есть этот вопрос урегулирован. Другое дело, что эти товарищи рабочие не знают и не участвуют, очень редко этим пользуются. Статья 142. Следующий вопрос урегулирован. Вы получаете зарплату заработной платы на срок более 15 дней. То есть вот последний раз вы получали зарплату 15 дней назад. Уже 16-й день. Пошел. Вам не дают. Работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты и задержанной суммы. И все. И вот он ждет, когда ему выплатят. Работник, отсутствующий в свое рабочее время, на рабочем месте. Лучше, конечно, быть на рабочем месте и книгу читать. И ждать, когда принесут зарплату. Но, обязательно, вот написано, работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте, в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня, после получения письменного уведомления от работодателя о готовности провести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. Уважаемый Иван Иванович, выходите завтра на работу, потому что завтра вам будет выплачена зарплата. И все. Мир, дружба, никто не стреляет. Никто не ругается. Это хорошо. Следующий пункт заставил меня задуматься. И, в общем, я сформулировал очень странный его объяснение, но мне кажется, оно уместно. То есть, 3.1.5 говорит о том, что нельзя заключать со сторонними организациями договора на проведение работ, которые могут выполняться подразделениями организаций, влекущие за собой снижение занятости или ухудшение условий труда работников. То есть, на мой взгляд, данный пункт является просто мега гениальным и просматривающим все шаги вперед, а именно, он предназначен для того, чтобы сохранить капитал внутри организации. Потому что привлечение рабочих непосредственно, ну, третьих лиц, влечет за собой, как минимум, это оплата их труда, а как максимум, возможно, дополнительные махинации, которые могут производить работодатели. Ну, в плане того, что там взятки, невзятки, сделки, несделки всякие теневые. Ну, и там вот есть даже сейчас вполне оформленные уже виды деятельности, которые тут могут быть применены. Например, там есть в порту морское кадровое агентство. Среди этих вот компаний перегрузочных, вполне определенных, которые занимаются вот этими доггерскими работами, есть морское кадровое агентство. Оно набирает там людей, не квалифицированных, и платит им раза в два меньше, чем вот по коллективному договору этим доггерам. И вот, если бы этого пункта не было, то для того, чтобы начали бы эти кончики доггеров увольнять, а этих бы набирать. А особенно это опасно, в случае забастовки. То есть вы делаете забастовку, а они приглашают из морского кадрового агентства и будут работать. Ну, это так не получится, потому что у докеров задание такое, во время забастовки с рабочего места не уходить. И полный набор инструментов, которые нужны для расчистки снега, там, необходимое количество топоров, там, кувалты и так далее, иметь при себе. И все в порядке, и эту проблему они решают. Никакие другие работники туда не приходят. И в заключение я хотел бы рассмотреть пункт 5.6, который гласит, что для урегулирования разногласий, возникших в ходе переговоров, стороны используют примирительные комиссии и другие имеющиеся в распоряжении возможностей. То есть как мы уже разобрали на парах введение переговоров с организацией реально, но без должных гарантий это не принесет никакого результата, а лишь будет фактором, убирающим время. То есть они могут сидеть там месяц, два, три и не добиться никакого результата. То есть администрация может отвергать или уходить от всех предложений, к примеру, по распоряжению начальства. Данный же пункт подчеркивает необходимый случай тупика в переговорах, разрешение проблемы другими методами. И это очень важно, что этот пункт именно институциализирован и здесь выведен непосредственно отдельно. Он позволяет как минимум призывать к тому, чтобы конфликты были разрешены не просто бесполезным сидением на переговорах и не выслушиванием сторон друг друга, а поиску различных других методов, возможно, привлечения. И надо сказать, что во время любой забастовки обязательно стороны проводят согласительную комиссию, заседания регулярно, раз в неделю. Ну и оценивают обстановку и ставят вопрос, как созрели стороны к тому, чтобы подписать соглашение на каких-то началах. Начало может быть такие, что либо полностью выполняют требования работников, либо работники согласны с некоторыми уменьшениями для себя, для работников прекратить забастовку. Ну или в согласительной комиссии работники интересуются, вам сколько еще нужно, чтобы у вас все было остановлено, чтобы вы подписали. То есть это такая форма очень хорошая, чтобы понимать, что забастовка не является сама целью. Мы не согласны на этих условиях работать, на других условиях мы согласны. Давайте договоримся и будем работать. Чертовски хочется работать во время забастовки. Забастовка – это конфликт через, разрешение конфликта через конфликт. Но без него вот сейчас получается не добиться никаких привилегий особых. Даже не привилегий, а просто нормального рабочего места. Подводя итог, я хотел сказать, что данный коллективный договор 2008-2011 года является примером получения максимально достойных условий труда, ну, возможно достойных условий труда и отдыха, четко распределенных обязанностей, защиты прав рабочих и, конечно, определенной системы конфликта разрешения. И предотвращения. Как таковые конфликты с выходом данного договора никуда не исчезнут. Но факт того, что они здесь признаются, признается их наличие, уже позволит как минимум снизить напряженность или найти определенные клапоты для выхода этой напряженности. Вот в коллективных договорах, когда они уже подписываются, иногда сторона работников записывает такое положение, что работники отказываются от проведения забастовок по тем вопросам, которые урегулированы коллективным договором. То есть по другим вопросам, которые не урегулированы, не отказываются. А некоторые люди темные говорят, ну, в связи с заключением коллективного договора, сторона работников отказывается от забастовок. И тогда у них что-то ухудшилось, что не записано в коллективном договоре. А они сами у себя отняли это право. А это право конституционное, разве можно его отдавать? Конституционное право, законное право. Вы можете вот уже во втором пункте найти право на забастовку, во второй статье Трудового кодекса. Так что, или там, скажем, в 21-й статье, что работники имеют право на защиту своих трудовых прав, свободы и законных интересов всеми незапрещенными законными способами. Продавление индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, записано уже в 21-й статье. В основных правах и обязанностях работников. В основных правах права на забастовку. Значит, во второй статье Трудового кодекса то же самое. Записано право. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Написано, обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку. В порядке установлено настоящим кодексом иными федеральными законами. Видите, вторая статья, 21-я статья. А дальше уже идет, когда идет рассмотрение конфликта. Там просто расписано, как эта забастовка происходит, в каком порядке. То есть забастовка должна восприниматься как нормальное средство участия работников в организации экономической деятельности того предприятия, на котором они находятся. То есть работники не обязаны работать в ужасных условиях, в тяжелых, которые нарушают их интересы, ухудшают их здоровье и так далее. Не обязаны, но деньги откуда брать? А? Деньги откуда брать? Не обязаны, но они могут делать только это и... Деньги-то они создают, работодатель никаких денег не создает. Все создается трудом работников. Нет, там просто сходится в фразе, ну не хочешь, не работай, тогда не будет. А он, работодатель, не просуществует, если будут бастовать. Ну да. Поэтому там, где работники доходят до забастовки, это высочайший уровень организации. Потому что во время забастовки кто отвечает за порядок на предприятии и охрану собственного имущества работников и работодателя? Кто? Во время забастовки. Кто? Как вы думаете, кто? Во время забастовки. Сам работодатель отвечает? Нет. За забастовку же есть орган, возглавляющий забастовку, он отвечает за охрану имущества и работодателя. Поэтому он решает, пускать генерального директора сюда или не пускать. Он может дружину организовать. Ну для охраны имущества работников и работодателя. И когда тот же Лисин узнал, что уже дружина организовалась из всех бригад в порту, он решил, что мы зашли далеко. Что он теряет, так сказать, влияние на этом предприятии. Вот поэтому... То есть забастовка должна рассматриваться как совершенно нормальное, естественное средство разрешения конфликтов. Средство разрешения конфликтов. Но она же идет после переговоров, вопрос о переговорах решен. То есть если вы хотите решить, сначала надо провести переговоры. Все, там три месяца можете разговаривать. Через три месяца люди, которые думают, что можно договориться разговорами, их становится очень мало. Когда уже три месяца прошло и ничего нету. Вот тогда встает вопрос о забастовке. А забастовка быстрее позволяет решить этот вопрос. Ну и вот будет у вас новый, закончится три года, потом еще три года, шесть лет. Встал вопрос снова. И снова, вот скажем, вот этот тоненький коллективный договор, который я давал. Это уже последний, скажем, договор в том же самом... В том же самом первом котельном терминале. Все равно те же вопросы, например, о том, чтобы согласовывать с профсоюзом, вызывали протесты и несогласия со стороны администрации. Пришлось довести дело до забастовки, но не проводить ее. Просто все уже провели. Осталось одно. Прогласить на ближайшей конференции и все. Потому что вся процедура пройдена. И примирительные комиссии, и приглашение посредников, и трудовой арбитраж, и установление минимума работы, и муниципального образования. Проинформировали, что тут надвигается забастовка. Хочет работодатель, так сказать, посмотреть на забастовку, пожалуйста. За это, нет, спасибо, мы видели, знаем, что вы умеете, да, все, и подписали. Ну, надо сказать, что, скажем, у нас на сегодняшний день работники плохо организованы, а основная масса их не умеет пользоваться и правами, которые есть в Трудовом кодексе, и в том числе и правом на забастовке. А раз она не умеет пользоваться самым таким важным инструментом, и думает, что можно только языком взять, ну, как вы понимаете, специалисты по части языка, они, это не рабочие. Вот, скажем, вот я специалист по части всяких высказываний, и вот мы будем с вами спорить, пока вы еще в такой степени не поднаторели, но вы все равно в этой области находитесь, правильно? А рабочие, они специалисты в области, что они могут изготовить, что-то сделать, отрегулировать. И мы не сможем так сделать, потому что вы не вытащите, скажем, вал, если у вас нет опыта соответствующего, и корабль не поплывет. Вот, а это наука, это учеба, это учеба по применению закона, по использованию своих прав, по отставиванию своих интересов. Ну и вот конфликтологи должны как рассматривать это? Это как некая учеба, использование конфликтов для разрешения споров по линии прогресса, или по линии регресса. Как пойдет? А? Как пойдет. Забастовка, если они выдвинутся. Если прогрессивные требования, то это по линии прогресса. Даже если она неудачная, не удалось. Но попытка была. Попытка, да. Не всегда с первой попытки получается. Поэтому очень важно вот именно требования. Если требования толковые, и они выражают интересы, они прогрессивны, то есть надежда на реализацию. А если пустые требования переписывают из закона, не надо переписывать, тут все написано. Зачем? Особенно по зарплате. Вот люди. Написано, сплошь и рядом не выплачивают зарплату, они не останавливают. Продолжают работы. Ну такие работники всем нужны. Приходите ко мне на работу. Зарплата не будет. Ну работать можно. Можете завтра с него дня уже приходить. Такие работы сейчас. Ногинский завод, хлебозавод, три месяца не выплачивали зарплату. Они сначала приостановили работу, а потом стали работать. Ну раз стали работать, никто не выплачивает зарплату. А работодатель взял и уехал. Он не обязан находиться на своем рабочем месте. Генеральный директор взял и уехал. Вот они сидят, не знают, что делать. То есть не надо работать, наверное, просто так сказать, как на барина. На барина надо работать. Вот если это фидализм, если вы у меня христианин, то надо работать. Правильно? На барина нет. Вот вам барина. Ну примерно так, как вот сейчас у нас всего полтора часа в неделю. Но вот эти полтора часа вроде как надо работать. Остальное, так сказать, вроде. Можете со мной здороваться, можете и не здороваться. Никаких обязанностей нет. Правда? Нет. А вот если барин, ну как вы понимаете, то вот будьте добры, барщину надо все отработать. К сожалению, наши вот работники пока еще ведут себя как крепостные крестьяне в буржуазном обществе. То есть они не вышли на уровень еще буржуазного общества, в котором права рабочих гораздо более широкие. Какие есть к докладчику вопросы? Сколько времени у тебя ушло на прогулку доклада? Я не знаю. Недельная. Еще какие вопросы? Так. Кто хочет высказаться по поводу... Пожалуйста. Хорошо. У нас же дискуссия была, мы это поддержите, товарищи. Доброго. Ну что, он сам все может поддержать? Он же это, как вы сказали, самостоятельный субъект борьбы. Он-то может, да. Но он надеялся, он надеялся, думаю, я сейчас как начну выступать, и сразу поднимутся мои союзники и заклюют преподавателя. Без шанса. Они сидят, говорят, ну посмотрим, кто победит. Если он победит, его поддержим. Если этот победит, этого поддержим. Хоть кто. А? Я пыталась, не надо. Просто... Так. Спасибо за доклад. Ну, хоть спасибо сказали, уже приятно, правда? Да, плохо. Вот. Вот слушали товарища и сказали спасибо. Это очень хорошо. Ну, и я тоже согласен с мнением про ящикся и тоже говорю вам спасибо. Да, я не знаю что, было полезно. Можно садиться? Спасибо, да, можно садиться. Значит, у нас доклады занимают немало времени, но у нас и программа, как вы смотрели, она предполагает проведение, так сказать, семинарских занятий и таких занятий, которые связаны с разработкой, то есть практической тех вопросов, которые рассматриваются теоретически. Но мы с вами потихонечку подступаем, подступаем, и еще раз продолжаю я эту тему, такой центральной, важной, по крайней мере, тема, как заработная плата. Как заработная плата. А что такое заработная плата, не напомните ли вы мне? Кто знает? То есть из всех этих вопросов, которые, в том числе и в коллективном договоре, как вы понимаете, заработная плата занимает не последнее место. А что это такое? Кто скажет? Результат сделки по продаже рабочей силы. Что за результат сделки? Цена рабочей силы. Вот это вот серьезный ответ. Цена рабочей силы. А рабочая сила с тобой что представляет? Это что? Ну давай, продолжайте. Не надо, она сказала уже свое. Пусть другие теперь мучаются. Труд? Это вы на точке зрения Маркса, когда он еще эту проблему не решил. Он так тоже думал. Он повторял за Рикардо. А потом у получилась какая-то ерунда. Если это труд, то труд меняется на труд. Ничего, никакой прибыли не может быть. Не может быть. Сколько труда было, столько и осталось. В другой форме получил работник. А что тогда про работодателю? А работодатель прибыли имеет? Нет. Так не получается. Значит, не труд он продает. А что? А вам уже сказали. Вот предыдущие выступающие. Вы не обратили внимание, что она сказала? Я вот заметил. Она сказала, цена чего? Рабочей силы. Рабочей силы. Рабочей силы, а не труда. Рабочая сила и труд. Вы различаете? Вы себя и свою деятельность различаете? Рабочую силу и труд. Различаете? Так что такое? Давайте выясним, что такое труд, что такое рабочая сила. Кто скажет? Это мы вообще-то в курсе нашем философстве еще и рассматривали. Что такое труд? Труд – целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Вот. Очень хорошо. Труд – целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Или, как писал Маркс еще более красиво, что это обмен веществ между человеком и природой. В ходе которого человек… Что? Предпосабливает вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Своих потребностей. Верно. А у человека есть способности для этого. Есть способности, да? Так вот, эта способность совершать труд и называется рабочей силой. То есть рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, который пускается в ход всякий раз при производстве материальных благ. Мы сегодня создали с вами какие-нибудь материальные блага? Нет. Мы сегодня занимались оба благами духовными. Правильно? А если нам скажут, что надо пойти, у нас во дворе там газон есть. Там, где раньше пушки стояли у нас, где была военная кафедра. Мы еще на военную кафедру ходили на третьем этаже. Вот нам скажут, что надо вскопать. Мы пойдем, нам дадут лопаты. И окажется, что у нас есть способность к труду. Так? И мы, так сказать, можем пускать ее в ход. Вот тогда это будет рабочая сила. А здесь мы рабочую силу не используем. Так продают не труд, а рабочую силу. А рабочая сила каким обладает свойством? Что она может производить труда больше, чем пошло труда на воспроизводство самой этой рабочей силы. Вот на чем построен капитализм. Капитализм построен на том, что я купил вот его рабочую силу. А раз я ее купил по-честному, сколько стоит воспроизводство рабочей силы, посчитал. И купил. А цену установил справедливую. Такую, какая вот соответствует затратам на воспроизводство рабочей силы. А дальше я уже ее использую. У рабочей силы есть потребительная стоимость, то есть полезность. В чем ее полезность? В том, что она позволяет создавать стоимость. Создает стоимость. А стоимость, она создает вот столько. А рабочая сила имеет цену вот такую. И вот то, что сверх стоимости рабочей силы, это как называется? Какая стоимость? Недобавочная. А? Прибавочная стоимость. А являющейся формой, то есть в деньгах уже выраженной является прибыль. Прибавочная стоимость является прибыль. Так вот, по данным, которые мы располагаем на сегодняшний день, в экономике России, цена рабочей силы создается работникам примерно за 40 минут. Остальное время он вырабатывает прибавочную стоимость. То есть стоимость для капиталистов. Отсюда и проблема, которую мы с вами рассматриваем, скажем, даже в самом хорошем варианте, когда вещь идет о том, что не просто цена устанавливается, а цена ведь чем отличается от стоимости. Вот любой продукт имеет стоимость и цену. Стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда. Сколько в среднем нужно труда для его воспроизводства? А платят или больше, или меньше. Чаще меньше. А иногда и больше, если кому-то удается с помощью рекламы повысить цену своего товара и деньги потратить не на развитие производства, а на то, чтобы худший товар разрекламировать, и его начинают покупать вовсю. И поэтому вы видите у нас, куда вы не сунетесь, везде вам включают рекламу, особенно вас не спрашивая. И эта реклама же требует немалых денег. И эти деньги направляются не на производство, а на то, чтобы рекламировать тот продукт, который уже выпускается. Можно даже так сказать, а зачем рекламировать то, что и так хорошее? Рекламировать на какую-нибудь дрянь, потому что то, что хорошее, и так берут. Поэтому очень много дряни рекламируется. Широко. Так вот, сколько стоимость рабочей силы определяется тоже, как стоимость всякого товара затратами на его воспроизводство. Но это не простой же товар рабочей силы, правда? Это особого рода такой товар, который как бы не представляет собой обычный материальный объект. А это способность к труду. То есть это товар, который сформировался в результате самого такого способа производства товарного. И нормальное воспроизводство означает, что нужно нормально воспроизводить работника и всю его семью, чтобы этот самый товар не исчезал с рынка. Чтобы на рынке всегда была рабочая сила. То есть требованием к воспроизводству этого товара является такое требование, что стоимость товара рабочая сила определяется стоимостью всех тех материальных благ, которые нужны для его нормального воспроизводства. Это значит, надо взять все, что необходимо для детей. Если один человек работает в семье, то и для жены, или там, допустим, для мужа и так далее. Это зависит от того, что за работа. Потому что некоторая работа не позволяет другому взрослому работать, потому что она, скажем, как удочка, по 12 часов. И вот некоторые товарищи во время забастовок, во время забастовок они осубреждены были от производительного труда, делали расчет рабочей силы, особенно в связи с тем, чтобы на переговорах работодателю представить такое обоснование. Сколько же нужно платить для нормального воспроизводства рабочей силы докера? И вот во время такой забастовки такой расчет был сделан. И в следующий раз мы с ним с вами познакомимся. Этот расчет был сделан, исходя из того, что нужно для нормального воспроизводства. Докеры, они имеют достаточно неплохую зарплату, порядка 80-90 тысяч. И они покупают не самые дешевые вещи, скажем, не по принципу, что другого не могу купить, а в общем, вполне хорошо удовлетворяющие потребности и так далее. И если речь идет о нормальном воспроизводстве, должно хватать работнику и его семье на что? На нормальное здоровье, на отдых, на питание, на развитие. Вот все эти стороны должны быть приняты во внимание. И должен быть сделан расчет, вот, скажем, на все время его трудовой деятельности, сколько нужно будет затраты сделать. Потом посмотреть, сколько это в расчете на год или в расчете на месяц. И потом вы получите ту зарплату, которая является нормальной, которая обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы. Вот в следующий раз мы с вами этим займемся. Ну, хотя те люди, которые еще будут у нас выступать с докладами, они, само собой, идут в первую очередь. А мы одновременно будем и вот эту задачу решать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...